Здравствуйте! Вы смотрите новости Набережные Челны в студии Елена Камалова. И я расскажу о главных событиях вторника. В Челнах возобновлена подача тепла в образовательные и медицинские учреждения. Подробности в материале Эльмира Гайнуидиновой. Бесплатный проезд в общественном транспорте и не только. Как в городе отметят 9 мая. Бензопилы, генераторы, продукты питания. В городе прошла очередная отправка гуманитарного груза. Спонсор нашего выпуска – магазин «Много ванн». Широкий выбор плитки, акриловых ванн, душевых уголков, мебели, смесителей унитазов. Дорогая, я нашел магазин «Много ванн». Какие здесь ванны, какая плитка, красота и цены приятные. «Много ванн» в Сююмбике 21, остановка 41-й комплекс. До конца месяца скидки на ванны до 40%. В Челнах возобновлена подача тепла в образовательные и медицинские учреждения. Напомню, в этом году в Автограде отопительный сезон завершился 22 апреля. Но из-за похолодания в социально значимых объектах батареи снова стали горячими. Подробности в первом материале выпуска. Малыши детского сада «Сказка» готовятся к 9 мая. Разучивают песни советских времен. И делают они это в комфортных условиях. В дошкольном образовательном учреждении снова тепло, чему и рады ребятишки. До этого холодно было, а сейчас тепло. В группе хорошо, потому что тут тепло. Отопительный сезон в детском саду «Сказка» был завершен 22 апреля. Но в понедельник, 6 мая, подача была возобновлена, отметили сотрудники дошкольного образовательного учреждения. Теплые полы в группах, которые расположены на первых этажах, также начали функционировать. В детском саду на первом этаже прохладнее было, чем на втором этаже. Дети все ходили, несмотря на то, что родители их одевали потеплее. Отопливаемые полы тоже отключаются, так как полностью в детском саду, когда отопление отключают. В пятницу попрохладнее было, но детишки были одеты в кофточки и в трико, а в тихий час они одевали пижамы. Хорошо, что тепло вернули, потому что стало в группах комфортнее, теплее. Тепло стало и в других социально значимых объектах. Но не только в детских садах возобновлена подача тепла. Также батареи стали горячими в школах и в больницах. Сегодня в мэрии во время аппаратного совещания сообщили, что с 4 по 5 мая был запуск тепла во все детские сады. Их, к слову, 131. Отработали медицинские учреждения, те, в первую очередь, которые с круглосуточным пребыванием людей. У нас их таких 12. Илья Зуев дополнил, все заявки выполнены. Во всех объектах тепло. А также первый замруководитель исполкома поблагодарил коллег за оперативную работу. Несмотря на выходной день, специалисты трудились. 9 мая общественный транспорт в Набережных Челнах будет возить пассажиров бесплатно. Об этом во время аппаратного совещания сообщил мэр города Наиль Магдеев. Оплачивать поездку не нужно будет ни в автобусах, ни в трамваях. Напомним, такая акция в Челнах проводится не первый год. Какие мероприятия ожидаются в День Победы в материале Лилии Гатиной? Праздничные мероприятия 9 мая начнутся с 8.30 с митинга на памятнике Мусы Джалиля. В 9 часов будет объявлена вахта почетного караула у мемориального комплекса «Родина-Мать». В 10 часов утра начнется митинг и торжественный парад. А также в этом году в шествии примет участие российское движение детей и молодежи «Движение первых». Закончится парад возложением венков и цветов к мемориалу «Родина-Мать». В 11.30 праздничные мероприятия продолжатся в трех районах города. Будет организована реконструкция полевой кухни «Солдатская каша». В Комсомольском районе на набережной Тукая пройдет городская концертная программа «Жива в нашем сердце победная дата». Галаконцерт открытого городского фестиваля «Эхо Победы». На сегодняшний день в набережных Челунах проживают 18 фронтовиков, участников боевых сражений в годы Великой Отечественной войны. И 50 человек, приравненных к ветеранам. Самому молодому – 97 лет, возрастному – 103 года. Всех приглашаем принять активное участие, одеться по погоде с учетом тех определенных аномалий. Хотя у природы нет плохой погоды, ожидается не слишком теплая погода. Поэтому особое внимание нашим детям, которые будут принимать участие в праздничных мероприятиях. Кроме того, праздничные мероприятия пройдут в Автозаводском и Центральном районах. Алилия Агатина, Кирилл Хабзей, новости набережной Челны. Кадровые перестановки. Во время аппаратного совещания стало известно, что главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев покидает свой пост. У него истек срок госслужбы. Исполняющей обязанности назначена Лимузана Фигулина, которая была заместителем начальника территориального отдела. Напомним, Бариев возглавлял службу 19 лет. Груз ответственности, который был возложен на него, в плане охраны жизни и здоровья наших граждан, наших детей, уже в прошедшем времени, говорю, выполнял достойно. Всему свое время. За время его службы многое сделано в плане укрепления этой службы. Безопасность людей на первом месте. В ГИМС провели рабочее совещание с владельцами пляжа и руководителями лодочных станций и баз отдыха. Навигация в Татарстане уже открыта. В ходе собрания участникам напомнили о наличии необходимой документации, спасательных средств, оборудования, состоянии причалов, соблюдении пожарной, топливной и технической безопасности, а также безопасности людей на водных объектах. Кроме того, присутствующие смогли задать свои вопросы, касающиеся их деятельности, возможных нарушениях и штрафах. В ходе совещания также выясняется требование с точки зрения административного законодательства России в связи с тем, что за некоторые нарушения предусмотрена административная ответственность. Сегодняшнее совещание проводится совместно с транспортным прокурором. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Сегодня из Челнов отправили очередную шефскую помощь. Это уже 20-я отправка груза по счету с момента начала СВО. На этот раз посылки будут направлены в Херсон и Белгород. Что подготовили бойцам? Ответ на этот вопрос озвучим в нашем материале. Везу третий раз гуманитарную помощь нашим бойцам. Мужчина с позывным «Татарин» говорит, будет отвозить столько, сколько потребуется. Только общими усилиями можно приблизить победу. А военнослужащим очень приятно получать весточки из дома, рассказывает «Татарин». Это даёт им силы и поднимает боевой настрой. Они знают, что дома их ждут и не забывают. Мы ввезём гуманитарную помощь в 810-й бригаде морской пехоты Христовская область. Собрали гуманитарную помощь для бойцов наших. Бензопилы, генераторы и продукты питания. А ещё и техническое снаряжение, приборы ночного видения, противодроновое ружьё, бинокли и многое другое. Всё то, что пригодится военнослужащим во время выполнения боевых задач. Пожелать счастливого пути военнослужащим пришёл и мэр Чулнов, Наиль Магдеев. В преддверии общенародного праздника Дня Великой Победы, который мы будем отмечать послезавтра, мы отправляем шефскую помощь нашим воинам, достойным продолжателем ратных подвигов наших отцов и дедов. Общий вес гуманитарного груза составил 18 тонн, а сумма – более 2 миллионов рублей. Планируется, что шефскую помощь военнослужащим доставят в течение нескольких дней. Эльмир Гайнудинова, Сергей Вильданов, Новости, Набережные Чулны. Блиндажи советских войск, подбитые машины и стенды с оружием. В преддверии Дня Победы в Набережных Чулнах открыли военно-исторический музей «Звезда солдата», учредителем которого выступила региональная общественная организация «Полевая почта Герат». Здесь есть все экспонаты, привезенные с мест сражений, земля, собранная в ходе раскопок. Вся экспозиция наполнена натуральными вещами с раскопок. Это шлем немецкого солдата, это его котелок. Теперь вы понимаете, насколько были тяжелые бои, сколько пуль попало только в одну каску и в шлем. И даже помещение музея выглядит иначе. Еще одну из комнат превратили в блиндаж советских солдат времен Великой Отечественной войны. Тут же можно увидеть британский пулемет «Максима» и противотанковую пушку образца 1937 года. Обмундирование советской армии, пограничников, морпехов и личные вещи солдат. На стене разместили винтовки, пистолеты, пулеметы. Здесь мы показали поле брани, значит, она разбитая. Здесь «Опель Кадет» 1938 года выпуска и «Мацеку БМВ» тоже 1938 года выпуска. Но техника находилась привезенная оттуда какое-то время, она эксплуатировалась нашими гражданами, но теперь она у нас здесь стоит. А в другом помещении музея собраны документы времен Второй мировой, газетные вырезки, пистолеты, фотографии уже пожилых ветеранов, каски и отстрелянные снаряды, бинокли афганская и чеченских воин. Здесь же и бронежилеты погибших бойцов на СВО. Здесь фотографии наших героев, которые принесли нам победу. Желающих побывать на открытии музея было немало. Руководитель команды «Превая кухня» Рустам Гатин также внес свой вклад в пополнение экспозиции. Он подарил украинские учебники истории. Еще привез несколько экземпляров ящиков от снарядов. Мы с Наилем постоянно на связи. Буду с удовольствием привозить в музей, пополнять его различными экспонатами. Надеюсь, что наш вклад в этот музей будет тоже очень полезен. На открытии присутствовали и военнослужащие. Боец с позывным «Барка» сейчас в отпуске и пришел в музей вместе с сыном. По его словам, он хотел показать ребенку, как создается история. Народ без истории – это не народ. Поэтому каждые дети с малых лет должны воспитываться с чувством патриотизма, гордости за свою страну, за свой народ. От увиденного не смогла сдержать слез и мама погибшего бойца с позывным «Рэдди». Ее сын подписал контракт в 2023 году. Будучи на передовой, всегда четко выполнял задание. При этом ни разу не потерял ни одного бойца, рассказывает мама. За два месяца службы был удостоен орденом Суворова и орденом мужества. Людям это очень нужно. Наших героев люди понимают, помнят. Это для истории нужны вот такие музеи, которые берегут и сохранят их труды, их дела, как они для своей родины не жалели своей силы. Это такие музеи, которые вот сейчас, сегодня открываются. Это очень нужно для нашим детям, для наших людей. Это память наших детей, наших детей. Вещи погибшего «Рэдди», как и других солдат, в скором времени появятся в музее и в экспозиции, посвященной СВО. Лилия Агатина, Сергей Вильданов. Новости. Набережная. Челный. Спасибо. Именно это слово ученики школы номер 35 чаще всего писали в письмах, адресованных военнослужащим. Их весточки будут в посылках для бойцов. А еще ребята приняли участие в мастер-классе по изготовлению сухого душа. Процесс достаточно легкий и занимает мало времени. Предлагаем убедиться в этом и вам. Мы наносим этот гель на данную салфеточку из армита. Этого шприца хватает на две такие салфетки. Заготовка не требует особых усилий и делается всего за несколько минут. Ткань обрабатывается специальным гелем, а затем все упаковывается в небольшой зип-пакет. Воздух вытесняется. Такой сухой душ Надежда Воронова делает не впервые. Она всячески поддерживает бойцов, ведь в зоне проведения специальной военной операции находится и ее сын. Он сказал, что я бегать не буду. И пошел. И все. Я не отговаривала его. Потому что я служил, дед служил, дед воевал, а не воевал. Вместе с Надеждой Вороновой сухой душой изготавливают и ученики восьмого класса. Многие из ребят впервые принимают участие в акции. Поэтому помимо стандартного набора – салфетки с гелем, полотенце, инструкции по применению – они написали письма со словами поддержки. В письме написала спасибо, что в такое время сражаетесь, защищаете нашу Родину. Принял участие, потому что я хотел поддержать наших солдат. Понимаю, насколько это важно для наших солдат. И хочу выразить им свою благодарность. С начала года волонтеры изготовили уже тысячи комплектов сухого душа. Останавливаться они не собираются. По их словам, будут и в дальнейшем помогать бойцам. В прошлом году мы делали окопные свечи, 804 свечи мы отправили вместе с буржуйками. А в этом году мы решили делать для ребят сухой душ. На данный момент сделано 4000 сухого душа. На встречу с волонтерами пришел и депутат Госсовета Республики Руслан Никматуллин. Недавно был в Луганске и привез им благодарность волонтерам тоже от ребят за то, что за ту помощь, за то внимание, которое им оказывается. И сегодня хочу обсудить с ними, какие есть проблемы, чем можно еще помочь. Военнослужащие обеспечены всем необходимым. Это только дополнительная помощь к той, которой имеется, подчеркнул Руслан Никматуллин. Эльмир Гайнудинова, Кирилл Хабзей, Новости, Набережная Челны. 7 мая в России отмечается День радио. Именно в этот день, 129 лет назад, российский физик Александр Попов представил коллегам аппарат, ставший родоначальником современных радиоприемников. В честь праздника радиостанция Кунели решила приятно удивить своих слушателей. На волне 92,6 FM стартовал 13-часовой радиомарафон. Приглашены 14 гостей, среди которых звезды татарской эстрады, писатели и многие другие. В этом году у нас новый проект «13 часов, 13 гостей». Каждый час у нас разные артисты, актеры, вокалисты, блогеры. Я надеюсь, что всем нашим слушателям понравится наш радиомарафон. С Днем радио! В этот день, в День радио, хочу поздравить всех работающих, всех сотрудников с этим прекрасным днем, с профессиональным днем. Желаю процветания вашего радио и, конечно же, всем здоровья! Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды, сразу после него новости на татарском языке. В студии работала Елена Камалова. Оставайтесь на нашем телеканале.